В храме Старообрядческой Поморской общины состоялась презентация сборника. Он посвящен 400-летию за дня рождения протопопа Аввакума. Ради такого события прилетели староверы из Москвы, Архангельска, Самары и Белоруссии. Подробнее в сюжете Дарья Чупровой. Старообрядческая Поморская община – оживление. Староверы и приглашенные гости собрались на презентацию книги, куда вошли материалы с Международного старообрядческого форума. Он проходил в Москве 18-19 мая. В нём приняли участие представители староверов со всей России и насколько это было возможно всего мира. Часть из них общалась благодаря интернет-коммуникации. Теперь труды авторов скреплены одним переплётом. Находится около 40 докладов разных, совершенно разных представителей староверия, как России, так и зарубежья. Это и Прибалтика, это Румыния, и Америка. Естественно, что не только материалы памяти Протопопа Аввакума. Это, собственно говоря, такой срез современной, существующей старообрядческой жизни. Символично, что презентация прошла в ближайшем месте к духовной родине Аввакума – в Пустозерску, где он провёл свои последние 14 лет жизни и написал житие. Что такое Пустозерск? Это тундра, куда неподготовленному человеку невозможно приехать. То есть Наринмарская община – это та площадка, где паломники могут собираться и дальше следовать туда, в Пустозерск. В Наринмаре существует музейный комплекс. Здесь динамично развивается старообрядческая община, которая готова принимать гостей как паломнический центр. Недавно тут была установлена новая скульптурная композиция – барельеф, выполненная в традиционном старообрядческом литье. Подходя сюда, мы видим красивый комплекс, не просто барельеф, а уже красивый комплекс говорит о том, что именно к этому празднику расстарались и сделали всё возможное, чтобы те люди, которые не смогли прилететь, приплыть, приехать сюда, они знали, что далеко на побережье Северного Ледовитого океана есть место, которое называется Наринмар, где установлен прамятник протокопов Авакума. Вклад Авакума в русскую культуру огромен. Его имя не заканчивается с 400-летием. Планируется подготовка и реализация нового проекта, а конкретно паломнического маршрута, чтобы старообрядцы со всего мира, люди, интересующиеся историей, знали, что есть возможность приехать в Наринмар и Пустозерск и увидеть святые места. Дарья Чупрова, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова